Недвижимость. Тема, которую исклинали все вдоль и поперёк. И я не буду исключением. Ой, да опять ты сейчас начнёшь про неё свою недвижимость, мол, вот бегите из неё, это опасно, тому подобное. Знаем мы таких. Мол, пачками орут уже второй год. А что-то недвижимость никак не падает, да и куда мне ещё деньги класть? В акции, которые я не понимаю, да там опаснее, чем хранить в недвижке. Да и растёт она хорошо, ещё и сдавать могу. Ты давай тут не беги вперёд паровоза, пожалуйста, давай я тебе сейчас всё покажу, расскажу, растолкую, и тогда ты будешь принимать уже решение. Договорились? Ладно, давай, вещай. То-то же. Рассматривать рынок недвижимости России, как ни странно, мы начнём с Китая, где в 2021 году произошёл технический дефолт, а потом и банкротство, с одного из самых крупных застройщиков страны, Эвергранда. Ну, наверное, те, кто хоть немного увлекается инвестициями, слышал об этом. Так вот, после Эвергранда сразу же посыпались проблемы и у других компаний, на долю которых в общей сложности находилось около 40% застроек всего Китая. И на секундочку, доля ВВП рынка недвижимости Китая составляет 13%. И вот по этому поводу один из китайских экономистов провёл исследование, где он пишет. Бум роста квартир спровоцирован был теневым банкингом, который заливал в этот рынок свои деньги. Также причиной роста пузыря является экспортная модель экономики, из-за которой поддерживается низкий курс национальной валюты, что вызывает рост денежной массы, который требуется куда-то вложить. Ничью ситуацию не напоминает. У нас же в стране тоже так любят вкладывать деньги в рынок недвижимости. И у нас в стране после 22-го года, после февраля 22-го года, тоже есть ограниченные возможности инвестирования. И куда люди побежали, когда ограничения ввели? Правильно, инвестировать в недвижимость. А в Китае эти ограничения были ещё раньше, поэтому пузырь надулся раньше и надулся намного больше. Ну, потому что самих китайцев просто больше. Да и остальные предыдущие пункты, по типу экспортной модели, дешевизны национальной валюты. Не кажется ли это очень до боли знакомым? Есть ли такое ощущение? Ой, да что эти китайцы? У нас вон другой свой путь. Ой, не торопись. Скоро сам всё поймёшь. А знаете, где ещё люди при ограничении и ослаблении валюты национальной несли деньги в рынок недвижимости? В Турции. Но их рынок недвижимости спасло несчастье. От коллапса рынок недвижимости спасло землетрясение, которое унесло тысячи жизней и миллионы квадратных метров. Только это им помогло не впасть в пропасть по рынку недвижимости. Хотя по данным от людей, которые на данный момент живут в Турции, рынок недвижимости там всё равно упал. От пиков примерно уже на 30%. И продолжает падать дальше. Но давайте вернёмся к нашим баранам. По оценке того же экономиста, на сдутие рынка недвижимости Китая потребуется несколько лет. Ведь на пике строилось 10 миллиардов квадратных метров недвижимости. Что привело к тому, что теперь на каждого жителя приходится по 40 квадратных метров. Что очень большой показатель. На секундочку, в России на 2022 год было уже 28,2 квадратных метра на человека. А в 2023 ввели рекордное количество квадратных метров в обращение. То есть российский рынок недвижимости догоняет рынок Китая. Причём семимильными шагами. Рынок Китая, в котором уже около двух лет существует кризис недвижимости. Да такой, что им приходится сносить целые кварталы готовых домов. Лишь бы уменьшить количество пустых квадратных метров. И опять тот же самый экономист говорит, что чтобы рынок вернулся на круги своя, ему понадобится несколько лет, чтобы прийти в норму. А знаете, какая ещё страна после достижения пика пузыря возвращалась к нормальным значениям и падала несколько лет? Япония. Вот вам график. Они падали 15 лет к ряду. Вы просто вдумайтесь в это. Хотя на секундочку это была из самых крупных, больших и процветающих экономик мира на тот момент. И она падала 15 лет без остановок. И теперь ещё вопрос. А знаете, какая ещё проблема по рынку недвижимости стоит в России? Это новые территории. Россия! Россия! Да, с этой точки зрения это действительно проблема. Ведь когда-нибудь война там всё же закончится. И людям придётся ехать и осваивать новые приобретённые территории. И осваивать эти территории уедут больше людей, чем приехало оттуда. Там будут новые дома строиться, появляться новые квадратные метры. А что делать с теми квадратными метрами, что пустуют уже сейчас? Это не очевидная проблема, но она есть. И вот вам ещё один пункт. Давление на рынок недвижимости. Ну и сверху насыплю вот ещё что. В видео про пенсию я говорил про естественную убыль населения. И вот подумайте, сложив дважды два, когда у вас растёт количество свободных квадратных метров, но при этом убывает население, то какой итог мы получим? И да, про Японию я вспомнил тоже не просто так. В том же видео про пенсию я говорил, что Япония... Япония это вообще страна будущего. И то, что происходит в Японии, происходит потом примерно во всём мире на 3-5 лет позже. Ой, да не неси херни. Нахер мне твои другие страны. У них там всё падает. Так и пусть всё падает. У нас главное хорошо. А цены, наоборот, только растут. Вон, Петька, 5 лет назад купил себе хату. Сейчас её может продать в полтора раза дороже. Где ж тут падает? А ты в чём смотришь? В рублях или в долларах? Да нахер мне твой доллар. Конечно, в рублях. Вот ты и попался. В рублях, как мы видим на графике, мы видим рост. Это да. Но смотреть такой рост, это то же самое, что смотреть на рост цены хлеба с маслом. В рублях они дорожают, да. Но в долларе недвижка, как и хлеб с маслом, дешевеют. Ещё раз повторяю, нахера мне твой доллар? Тебе-то, может, доллар не нужен, но вся, вся твоя вещевая, продуктовая и любая другая корзины зависит от курса доллара. Ну ладно, ты не хочешь считать в долларе. Тогда скажи мне, в чём ты будешь считать, если не в долларе и не в рубле? Ну ты тоже интересный. В золотом, конечно. Вот тут ты опять попался. Давай посмотрим на график недвижимости в золоте. Вот он. А это как? Вот так. И пока ты окончательно не охренел, попей водичкой и я продолжу. Насыплю вам ещё немного данных. Вот данные с рынка США. Там дикий для них процент ипотеки. Никто толком ипотеку не берёт и недвижимость не покупает. А это тоже влияет на рынок недвижимости в мире в целом. Получается, что практически во всём мире, а если быть точным, в тех странах, которые влияют на экономическое состояние всего мира, происходят глубокие проблемы. Особенно на рынках недвижимости. Ну а что же у нас? У нас такая же проблема. Только от срыва в бездну нас спасла льготная ипотека. Но вот загвоздка. Тот инструмент, который нас спас, загнал нас в ловушку и теперь убивает. Ведь, во-первых, льготная ипотека взвинтила цены на недвижимость. А во-вторых, из-за того, что к льготной ипотеке стало прибегать всё больше и больше заёмщиков, тех, которые не могли раньше взять обычную ипотеку, а соответственно имели плохие финансовые возможности, растёт число банкротств. А это значит, что сложив 2 плюс 2, получается жопа. И теперь получается безвыходная ситуация. Ведь если резать льготную ипотеку, то никто не будет покупать недвижимость. А если продолжать пользоваться и использовать льготную ипотеку, то будет расти число банкротств. Что тоже не особо хорошо для рынка недвижимости. И не только для рынка недвижимости, но и для банков в целом. Вот и получается, что кроме прыжка, болезненного прыжка, в бездну, у нас ничего не остаётся. Слушай, давай, наверное, зачем-нибудь покрепче сходи, а то, я чувствую, дальше ты не вывезешь. И пока он ушёл, я открою вам ещё одну цифру. Объём затаренного жилья. Но это такая цифра, которая показывает, сколько понадобится времени, чтобы продать все квартиры, которые есть сейчас, которые сейчас готовы, если не строить новые. Так вот, срок продажи затаренного жилья достиг уже практически 60 месяцев. Пять лет. Пять лет нам придётся продавать недвижимость и не строить ничего нового, сохраняя нынешние темпы покупки. Это ли не жесточайший переизбыток свободных метров на рынке жилья? Пять лет. Чё там за пять лет? Да так, ничего. Ребятам тут неинтересную штуку рассказал. Это пока я продолжу. И теперь я вам расскажу очень интересную штуку о том, как у нас с вами появится возможность купить квартиру за половину цены от сегодняшней стоимости. Вспоминая, что количество должников и, соответственно, количество просрочек растёт, мы вспоминаем, что такое банкротство. И вспоминаем, что после небольших, не особо хитрых махинаций любой человек может выкупить долг у банка с небольшим таким хорошим дисконтом. И вот тут мало кто знает, что вся льготная ипотека финансируется со средств государства. То есть банки не стали меньше зарабатывать после введения льготной ипотеки. Они как получали свою прибыль по среднему проценту 14-15-16% годовых по ипотеке, так и получают. Погоди, а как же льготная ипотека? Она же 8%. Вот тут-то самое интересное. Государство разницу между 8% и 14% платит из своего кармана. Да, не напрямую, да, с помощью специальных инструментов. Но все равно у банков остаются очень огромные деньги. А еще надо не забывать, что средний первый взнос по большинству льготных ипотек был 20%. И это даже я преуменьшил. И еще мы знаем, что любой долг продается с дискодным примерно 20-30% от суммы долга. А теперь минутка математики. Допустим, у нас есть должник. Нехороший человек, редиска. И вот он купил квартиру за 10 миллионов рублей. Проплатил год, может, полтора. И подал на банкротство. Банк забрал у него квартиру. И теперь считаем. 10 миллионов рублей. Человек внес 20% в первый взнос. Минус 20%. Минус 1, может, 2% человек выплатил за эти год-полтора. И минус от оставшейся суммы 30% – это дисконт того самого долга. При продаже долга. И что же мы получаем? А мы получаем, что квартира, купленная за 10 миллионов, через год-полтора будет продана за 5-6 миллионов. И это при условии, что рынок недвижимости не будет падать. И из-за этого давления банкам не придется снижать еще цены. И делать еще больше дисконт, лишь бы выйти из этого опасного и приносящего вред актива. Вот таким нехитрым способом вы можете купить квартиру на 40-50% дешевле, а может, даже и больше. Надо лишь просто через примерно годик начинать мониторить специальные площадки по продаже банкротной недвижимости. Ну, что думаешь? Что, если никто не обанкротится? Ну, как никто? Кто-то обанкротится, но вот жопы не случится. Что тогда? Хороший вопрос. Ну, давайте так. Я сейчас проведу небольшие размышления вслух, а потом ты скажешь свое мнение. Согласен ты или нет, окей? Окей. Ну, и начну я с такого утверждения. Рынок недвижимости – это один из самых больших пузырей на финансовых рынках. Как бы грубо это ни звучало, но это так. И это нам показывают самые разные метрики. Абсолютно разные, из абсолютно разных стран. Но все говорит о том, что скоро будет больно. И вот еще такое размышление. Если устроить какой-нибудь социальный опрос, вот выйти на улицу и устроить социальный опрос, и позадавать вопросы людям, куда бы они вложили деньги, что они считают самым надежным активом, во что бы они, если бы у них там было 10 миллионов, пошли бы инвестировать, и 90% людей ответили бы в недвижимость. То есть вот вам показатель рынка. А почему так? Во-первых, это навязано СМИ, блогерами, социальными сетями, еще много-много-много кем. А самое важное, это навязано опытом прошлых лет. То есть бабушки, дедушки, родители, все-все, они говорили о том, что квартира, недвижимость – это самое надежное, обязательно нужно иметь свою квартиру, свое гнездышко. И не платить какому-то дяде за съем квартиры, а лучше платить за свое. Какому-то дяде платить, но лучше уже свое. Ну и еще масло в огонь поводливали вот эти фразы «купить бы 5, 3, 10 квартир» когда-то там 20 лет назад, и вот сейчас мы жили бы в шоколаде, жили бы прекрасно и вообще не нуждались бы даже в государственной пенсии. И такое мнение, но оно же тоже массовое. То есть у толпы такое мнение, что недвижимость – это самая лучшая инвестиция. Своих собственных денег. Но важно понимать, что толпа всегда ошибается. Чего только стоит вспомнить мнение толпы во время коронавируса. Когда акции упали, очень многие блогеры особенно кричали со всех утюгов, даже в телевизоры, всякие Тинькофф банки и так далее. Бегите, покупайте акции, инвестируйте, все будет отлично, все будет восхитительно, вы создадите огромные капиталы, вы будете молодцы, и вы будете не нуждаться в деньгах никогда больше в жизни. Да-да. И потом происходит 22-й год, и понеслась. Россиянам блокируют счета, акции падают на невероятные просто проценты, люди многие выходят на этом падении, опасаясь потерять еще больше, и все такое прочее. Вот вам, пожалуйста, мнение толпы было абсолютно ошибочным. В недвижимости то же самое сейчас происходит. Просто важно запомнить одну простую вещь. Толпа всегда проигрыши. И получается так, что рынок недвижимости как раз усилиями той самой толпы беспощадно накачивают, накачивают и накачивают. И в какой-то момент эту толпу просто возьмут и сольют. Ну и теперь еще немного рассуждений. Давайте представим, что вот есть город на тысячу человек, и 70%, даже не 90%, якобы результаты соцопроса, даже не 90%, хотя бы 70% этих людей решили то, что им нужна собственная квартира и еще 2-3 квартиры будут сдавать в аренду. И вот тут возникает вопрос спроса и предложения. Мы же понимаем с вами, как взрослые люди, что цена формулируется на рынке от спроса. Ну и, соответственно, предложение. Если будет 1700 квартир на рынке на тысячу человек, то какой здесь будет спрос? Кто будет снимать эти квартиры? А еще вопрос. Как люди будут зарабатывать, которые сдают эти квартиры? Особенно, если эти люди взяли квартиру в ипотеку, ведь платеж-то по ипотеке останется прежним. А вот цена на сдачу квартиры будет явно очень низкой. Кому вот тогда люди будут сдавать? Есть, конечно, идеальная схема, что ты приходишь к другу, у которого тоже 2 квартиры, и предлагаешь ему, братан, а давай я тебе буду сдавать 2 квартиры, а ты будешь сдавать мне. Будем друг другу сдавать, и все будет у нас отлично. Схема огонь. Только где-то здесь доход вопрос. Ну, а теперь давайте подумаем вот о чем. Для чего изначально создавалась квартира? Правильно, для закрытия базовой потребности человека в жилье. То есть квартира – это место, где человек живет. Раньше, допустим, было как? В квартире жили родители, дети, штук 7 детей, еще и бабушка с дедушкой плюсом, и все это в одной квартире. Ну, а сейчас как? Сейчас по-другому. Сейчас у бабушки с дедушкой есть квартира, у родителей есть квартира, у детей у каждого по квартире. И вроде бы все, все логично, базовая потребность закрыта, все хорошо, но нет. Люди, наслушавшись телевизоров, мекагуру инвесторов в недвижимость, и просто докрутив своим мозгом незаточенный под финансовый сектор, решили сдавать квартиры, решили купить еще там несколько квартир, и будут их сдавать. И решили, что почему-то решили, что они будут жить в шоколаде. Но это не так. То есть тут базовая потребность, которая была правильной, которая передавалась веками о том, что человеку нужен свой собственный уголок, извратилась. Извратилась теми, кто заинтересован в том, чтобы продавать все больше и больше бетонных коробок. Ведь у них очень много денег. Они купили СМИ, купили блогеры, купили все рекламы, и вдалбливают вам в голову идею о том, что вам нужна квартира, необходима квартира, да еще и не одна. Инвестируйте в квартиры, берите ипотеку под ипотеку, сдавайте квартиры. Это крутой инструмент, сверхнадежный, крутая доходность. Практически из каждого угла звучит. А почему это так? Зачем так сделали? Я сейчас объясню. Вот представьте, мы с вами крутые бизнесмены. Мы все банкиры, застройщики, самые крупные в СНГ, строим везде и все. И вот у нас есть задача. Развивать свой бизнес, увеличивать товарооборот, делать так, чтобы бизнес рос, приносил все больше денег, тем самым мы из миллиардеров станем триллиардерами. А как нам быть, если только, например, квартиры у нас есть, на определенной нашей территории есть определенное количество человек. Допустим, 500 миллионов человек, которым необходимо какое-то жилье. И что же это получается? Что построив 250 миллионов квартир из расчета хотя бы 2 человека на одну квартиру, у нас что? Бизнес остановится. Мы что, денег перестанем зарабатывать? Это что? Это как это понимать? Ведь люди, они все закроют свою базовую потребность в жилье. И нам больше некому будет продавать, что ли? Как это так? И вот тут как раз включается реклама того, что вам нужно инвестировать в квартиры. Вам нужно иметь не одну, даже не две. Лучше 5, а лучше 20. Покупайте. Покупайте. Она вам нужна. Отвечаю. Вот обещаю, она вам нужна. Она вам пригодится. Инструмент. О, берем 3 квартиры и зарабатываем бабки. О, тема, пацаны. Отвечаю. Вот-вот для этого все сделано. Ну да, там какой-то процент действительно по-настоящему будет перестраиваться. Старый фонд. Будут вот как-то с примером новых территорий. Но таких доходов уже не будет. И что же нам делать? Действительно, вот поэтому мы давайте навяжем людям мысль о том, что вам необходимо покупать много-много-много квартир. Покупайте квартиры. Это отличный инструмент. Инвестируйте в квартиры. Сдавайте квартиры. Каждому по квартире. И у вас будет все замечательно в этой жизни. Мы будем продавать вам эту мысль. Мы будем продавать вам мысль о том, что это самый надежный инструмент. Это самое надежное место, куда можно положить деньги. Мы будем это делать для того, чтобы у нас рос бизнес. Чтобы наш бизнес принес как можно больше доходов, пока он не загнулся. И если мы продадим, как бизнесмену, эту мысль народу, наши бизнесы будут всегда расти. А последние три года сюда еще и банки подключились. Дети, которые тоже хотят заработать. Не просто хотят, они еще и могут на этом много заработать. И теперь давайте вспомним. Когда эту идею начали жестко продавать? Год, два назад. Ну, может быть, три уже. А что раньше было? Недвижимость была невыгодной, неинтересной. Как раз наоборот. Года еще три-четыре назад недвижимость была хорошим, качественным, инвестиционным инструментом. А знаете, почему все поменялось? Потому что произошел ковид, и все эти проблемы, которые вот я перечислил с самого начала ролика, произошли как раз вот два-три года назад. И потом как раз начали продвигать активно недвижимость. Когда на рынке начали быть проблемы. Когда только проблемы начали зарождаться. Ведь в больших компаниях работают не дураки, и они видят, куда несется этот рынок. Поэтому они начали максимально массировано атаковать вас, продавливать вас, для того, чтобы вы купили квартиру. Вот вы просто запомните, если какой-либо актив очень сильно и резко вырос, а для недвижимости срок в два-три года это резко, и выросла она сильно. И вот если недвижимость очень сильно и резко выросла, или какой-либо вообще инструмент очень сильно и резко вырос, то от него надо держаться подальше, держаться в стороне. Ведь самый яркий свет звезда дает перед своей смертью. Ну что, согласен со мной? Согласен, согласен. Иди ты нахер. Вот то-то же. Это в принципе все, что я хотел вам рассказать про недвижимость. Итоговое решение покупать или инвестировать в недвижимость принимать все равно вам. Я лишь хотел рассказать и показал вам, какие риски вы можете принять на себя, когда решите купить недвижимость. А с вами был я, Александр Лободин. Желаю вам удачи, финансовой свободы и финансовой грамотности. Еще увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова